Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Семь новых учебных заведений по проекту «Комфортная школа» построят в области Улытау. Два из них возведут в областном центре, другие в Садпаеве, Улытауском и Жанаркинском районах. Одну из «Комфортных школ» откроют уже в новом учебном году 1 сентября. Об этом рассказали координаторы проекта. Сейчас ведутся работы по привлечению кадров в новые учебные заведения, отметили в областном управлении образования. Как только начнутся работы по строительству школы, мы сразу же начнем набирать персонал. Будем ориентироваться на количество открывающихся классов. В дальнейшем это будет учитываться и в государственных грантах, предоставляемых нашим Акимом. Так как в регионе нет заведений с педагогической специальностью, будем работать с учебными заведениями ближайших областей. Тем временем первую современную опорную школу открыли в Жамбылской области. Появилась она на базе одного из средних образовательных учреждений села Саудакент Сарасузского района. Там за счет средств фонда «Казахстан-Халхана» полностью обновили материально-техническую базу, а преподаватели повысили квалификацию и получили методическую поддержку от специалистов Назарбаев интеллектуальной школы. Средняя школа имени Болтабая Адамбаева изменилась до неузнаваемости. Обновили материально-техническую базу в 35 кабинетах и мастерских. Ученики получили возможность воплощать свои проекты, не выходя из школы. Для этого приобрели 15 видов современных станков. Все завезенное оборудование современное, соответствует последним технологиям. В их числе есть и лазерное. Например, есть станки по обработке дерева, металла. Мы очень рады такому оснащению школы. В этом учебном заведении теперь есть своя телестудия, STEM-лаборатория, арт-студия, интеллектуальные залы и современная библиотека. Внедрять опорные школы специалисты начали 4 года назад в нескольких регионах страны. Апробация прошла успешно, поэтому проект стали масштабировать по стране. В среднем качество образования в данных школах выросло от 10 до 12%. Улучшилось качество педагогического состава. Появились участия и победы детей в республиканских и международных олимпиадах. Вот, собственно, с этими показателями, с этими результатами мы в 2022 году встретились с фондом «Казахстан Халкана». Проходили долгие процедуры доказательства и подтверждения всех этих результатов. После этого в 2022 году совместно с фондом «Казахстан Халкана», нашим партнером «Назарбафин» и «Критуальными школами» мы запустили благотворительный проект развития потенциала опорных школ в сельской местности. Это 15-я опорная школа по стране, открытая по проекту. Средства на оснащение выделил фонд «Казахстан Халкана». Вложенные инвестиции, порядка 250 миллионов тенге, это у нас стандартные, для всех школ одинаковые. Но здесь у нас есть партнеры, это «Назарбафинтеллектуальные школы», которые будут теперь формировать и всю методологию свою передавать в эту школу, обучать преподавателей, формировать тот костяк, который будет дальше магнитить малокомплектные школы вокруг находящихся сел маленьких. В ближайшие несколько лет современные опорные школы появятся в 166 районах и 27 моногородах. Анастасия Сулейманова, Бахаджамбапаевсона, Хотела, Жамбулская область, Хабар, 24. Карагандинские дети строят мини-теплеицы, лепят горшки и изучают китайский язык. Во дворце школьников открылось 15 новых бесплатных кружков. Их посещают не только детсадовцы, но и студенты колледжей. В дворце ведется работа по семи направлениям. Каким, знает Марина Золотарева. Наука, спорт, творчество. У посетителей дворца школьников такой выбор, что порой трудно остановиться на чем-то одном. Например, четвероклассница Диля занимается в трех кружках. Девочка изучает английский язык, овладевает игрой на дамбре и пишет картины. Предпочтение все-таки отдает рисованию. Мой самый любимый кружок – это арт-студия. Я очень люблю рисовать, поэтому решила туда записаться. Мы рисуем иногда акриловыми красками, карандашами. Научаемся делать тени. Учимся делать, чтобы все было реалистичнее, более похоже на настоящие виды. Двумя ножками, двумя ножками. Хорошо. Красивая осанка, как известно, залог здоровья. Это кружок коррекционной гимнастики. Его ведет профессиональный легкоатлет Ирлан Утибаев. Сюда принимают детей с 5 до 13 лет. Именно физическая культура, она где-то уходит на второй план. Со стороны родителей был запрос на профилактику сколиоза и плоскостопия. И мы в этом году нашли специалиста и открыли данный кружок. Каждый уголок, каждый кабинет данного дворца, он оснащен современными оборудованиями, технологиями. Детям здесь интересно, детям здесь очень познавательно. Сейчас во дворце действует 79 бесплатных кружков, где занимаются почти 4000 школьников. Любой ребенок здесь найдет занятие по душе. Есть STEM и эколаборатории, где дети проводят исследования и ставят различные опыты. В планах администрации организовать еще и медиа-центр, чтобы обучать азам журналистики. Марина Золотарева, Сайла Уиликов, Зарина Зупыхар, Краганда, Хабар 24. Ну а сейчас в Германию. Там молодежь жалуется на ужесточение рынка труда и рост цен на энергоносители. Темп инфляции в стране продолжает ускоряться. По итогам января рост потребительских цен в ФРГ составил 87%. Это последовало вскоре за небольшим замедлением в декабре. Тогда правительство в рамках программы экстренной помощи возместило из бюджета потребителям месячные отчисления за газ и теплоэнергию. К слову, по итогам января выросла стоимость и предметов продовольствия. Впервые в Грузии открылось кафе минеральных вод. Работает оно на базе легендарного тбилисского бальнеонологического курорта, который берет свое начало в 19 веке. Именно тогда группа ученых решила построить лечебницу в центре столицы Грузии на месте серных источников. Сейчас бальнеологический курорт пользуется спросом как у местных, так и у иностранцев. И потому новая услуга дегустация и лечение минеральными водами своего рода знакомства с богатыми водными источниками всей страны. Юлия Тужилкина рассказывает. Первых посетителей Тбилисский центр бальнеологии принял в 1938 году. Этот курорт был известен далеко за пределами Советского Союза. Работает он до сих пор и предлагает не только лечение, но и косметологические услуги. А совсем недавно здесь открылось кафе минеральных вод. Вы представьте себе, что каждый второй человек или третий имеет какие-то функциональные или органические изменения желудочно-кишечного тракта. Это образ жизни, экология, некачественные продукты. И получается так, что нам очень нужно в год хоть один раз какой-то маленький курс лечения минеральной водой провести. Это хоть на две недели. Если не поехать на курорт, то хоть можно закупить и дома принимать в том режиме, который назначает лечащий врач, исходя из определенного диагноза. В Грузии найдено более двух тысяч минеральных вод, но лишь малая часть из них введена в производство. Как подчеркивают врачи, это необычная питьевая вода. Минеральные воды используют только для лечения. При расчете дозировки учитывают возраст, вес и диагноз пациента. В кафе минеральных вод очень удобно посидеть после процедур. Я совсем недавно стала ходить сюда на лечение. Не всегда есть возможность ездить на курорты минеральных вод. Я попробовала эту воду и мне очень понравилось. Думаю, что это та самая вода, к которой мы привыкли на наших курортах с источниками. Воду в кафе Минвод поставляют из источников. Привозят раз в несколько дней, так как она долго не хранится. Пока в кафе 10 наименований столовых и лечебных вод, но в дальнейшем будет и больше. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Мирашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. А в Китае начнут набирать иностранных астронавтов для совместного выполнения миссий на космической станции. Так, Поднебесная хочет содействовать мирному использованию орбитального пространства. Соответствующее заявление сделал заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Чэньши Гуан. По его словам, это способствует развитию международного сотрудничества в отрасли. Связанные с этой идеей проекты будут осуществляться совместно с ООН и Европейским космическим агентством. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего воскресенья. Увидимся обязательно. Берегите себя.